ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! С вами снова Костя и славный дружаблон. Окей, у нас в эфире опять кулинарное шоу... У нас в эфире теперь... Всем привет! С вами снова Костя и славный дружаблон. И в эфире наше кулинарное шоу. Мы завершили, еще не завершили, небольшой цикл передач про закуски. Мы сделали закуску пива из креветок, гренки и луковые кольца в кляре. И логично было бы завершить этот небольшой цикл кольцами кальмара в кляре. Поэтому мы решили их сделать. К тому же комментарий к предыдущим видео... К какому видео коммент там был? По-моему, к гренкам. Да, к гренкам там человек написал про кальмаров. И мы подумали, почему нет. Ну и как бы логическое будет такое завершение этих закусок. И дальше мы пойдем уже по другим рецептам. Поэтому сегодня мы делаем кольца кальмара в кляре. Давайте посмотрим, что Костя притащил в виде кальмаров. В виде кальмаров Костя принес кальмаров. В три вот таких вот кальмарчика. Напоминаю, что вот здесь у них была голова. Голова отрезана. И вот, я так понял, вот эта штука. Они такой щих-щих и плавают. Так, да? Да. Скажи, пожалуйста, сколько стоили вот эти вот кальмары в таком количестве? Вот эти нечищенные кальмары, подчеркиваю, нечищенные. Они стоили 47 рублей. 42. На пакете было эти... 42. 42, значит, на пакетике было написано. Вопрос тогда к тебе такой. Можно же купить чищенные. Нафига покупать нечищенные? Нечищенные стоят тут же ценник умножайте на 2,5-3 раза. А по поводу чистки мы сейчас покажем, как это делается за буквально одну минуту. То есть вот этой вот всей закуски вот тут на 40 рублей. Да. При этом это чистый белок. Качата, кто там занимается спортом, это окей. Вместо протеиновых порошков кушайте. Ладно, давай их почистим. Давай почистим. Что кальмар из себя представляет? Вот такую вот штуковину. Внутри у него есть какие-то кишочки. Помимо кишочек у него есть вот такая вот штука. Что это такое, пусть скажи? Ну, это хребет у него вместо позвоночника. Ну, похож на кусок пластика. Он внутри еще там есть. Нужно весь вот такой вот крупный. Покажи, пожалуйста. Все, что найдем изнутри, все вынимаем. Вот эти вот кишочки, жирок там лишний. Вот еще пластик, да, оставшийся. Проверяем. Тушку стараемся не порвать. Этот кальмар хребетный. Длинный у него хребет. Проверяем, смотрим, что там еще есть. Все, что видим, зацепляем и вытаскиваем. На вынимание внутренности уходит на намного меньше времени, чем если рыбу чистили. Здесь вообще практически нет. На, и порванный. В общем, кальман это просто чулок. А, хребет. И из этого чулка просто все вытаскиваем, до чего можем дотянуться и что не приколочено к стенкам. Это и будут внутренности, кишочки в мешочке, глазки в колбаске. Теперь, кажется, а как вот очиститься от этой вот кожуры? Есть прекрасный способ, который очистит ее, засекайте, за 10 секунд. Сейчас мы его покажем. Что вам для этого понадобится? Кипяток. Свежая, скипяченая вода. Наставим чайник. Ну что, делаем это без всякого монтажа, чтобы люди не думали, что мы их обманываем. Кладем наших кальмаров в какую-нибудь мисочку. И заливаем крутым кипятком. На 10 секунд, не более. Видите, вся шкурка превращается в 5, 4, там 3, грубо говоря, 2, 1. Все, водичку сливаем. Либо вынимаем до кальмара. Все, видите, он чистый. Даем чуть-чуть ему остынуть. И можно руками уже совершенно спокойно счищать вот эти вот маленькие-маленькие штучки. Они счищаются уже легко. Кальмар не успел, естественно, приготовиться. Соответственно, он остался таким же сырым. Чуть теплый. Да, он чуть теплый. Почему нужно его не передерживать там? Потому что мы таким образом чистим кальмар для разных блюд. В одном блюде нам нужен кальмар сырой изначально, в другом уже вареный и так далее, и так далее. Мы его здесь оставляем сырым. Готово. Кальмар очищен. И это в три раза дешевле, чем если мы купили уже чищеный. За это вы переплачиваете. Вот за эти две минуты работы вы переплачиваете в три раза. Небольшой момент. На кальмарах есть вот такая вот небольшая микро-микро пленочка. Кость, зачем ее нужно снимать? Ее снимают, если суши делают из кальмара. Но в данном случае нам она абсолютно не нужна, потому что она очень тоненькая, она очень нежная. И в других блюдах ее практически не чувствуется. Если совсем вы, ну, пренебрежительно, да, вот к этой пленочке относитесь, ну, можно заморочиться и ее снимать. Но на самом деле ее снимать довольно сложно. И я думаю, что она того не стоит. Для нашего рецепта это не имеет значения. Ну, ладно, кальмар очищем. Что мы делаем дальше, Кость? Нарезаем колечками. Толстыми, не толстыми? Ну, как народу нравится. Ну, где-то 5-7 миллиметров. Вот, в самый раз. Какие-то, если темные штучки остаются, не бойтесь, их можно, да и вообще не удалять, на самом деле. Ну, если эстетически подходите к этому делу, можно, конечно, удалить. Но они не страшные совершенно. Да, и нарезаем полосочками. Помимо колец будут у нас еще и полосочки. Потому что нам, почему так дорого стоит кальмар в кляре в баре? Просто по той причине, что нам подают исключительно кольца, и это тело кальмара. И, соответственно, вот это они, грубо говоря, выкидывают. Ну, скорее всего, берут домой себе, да? Ну, и салаты идут каким-нибудь. Салаты идут, да, и так далее. А мы платим. Почему дорого? Потому что используем именно конкретно кольца. Прежде чем жарить наших кальмарчиков в кляре, мы сделаем соус. Потому что, когда они будут готовы и пожарены, их нужно будет уже с соусом подавать. К ним идеально подходит тот соус, который мы делали гренком. Из чего он состоял, Костя? Сметана, майонез, чеснок, укропчик, соль. Да, и этот соус вы можете посмотреть вот по этой ссылке. А сейчас мы сделаем острый масляный соус, чтобы просто не повторяться, не делать то же самое, что мы уже делали. Но он также прекрасно к ним подходит. В прошлом рецепте, рецепте луковых колец в кляре, нас спрашивали, почему мы не добавляли в кляр соль. Дело в том, что соль вытягивает воду из блюда. Она вытягивает воду как из луковых колец, так и из кальмара. Поэтому соль на них добавлять не нужно. Мы ненадолго их замаринуем в масле и в остром перце. Острый перец же пойдет у нас еще и в соус. Но тут нужно соблюдать баланс. Если вы любитель острого, очень сильный, то вы можете добавить острый перец и в соус, и в кальмары. Или во что-то одно по желанию. Что за масло мы берем, Костя? Масло лучше брать как раз Extra Virgin, хорошее, холодного отжима первого. Потому что мы будем конкретно его кушать. Это касается и кальмаров, когда мы их маринуем, и особенно это касается, когда мы добавляем его в соус. По остроте каждый, конечно же, смотрит на свой вкус. В общем, кальмарчики мы замариновываем на пару минут и просто отставляем в сторону. Соус. Это то же самое оливковое масло. Небольшое количество соли. И примерно вот такое количество перца. Я думаю, вы можете добавить туда еще какую-нибудь приправу по желанию. Но у нас самый простой базовый вариант. Например, базилик. Сюда прекрасно подойдет базилик еще. Мелко-мелко, естественно, порубленный. Такой вот острейший соус. Конечно же, им не нужно прям макать туда целый кальмар. Но тем не менее, это будет очень неплохо. Этому соусу, и само собой, нужно настояться. В качестве панировки мы используем сухари. Но если у вас сухари нет, они иногда есть не во всех магазинах, можно использовать просто яйцо, смешанное с мукой. Макать кольца прямо туда. Сколько наливаем масла? Ну, собственно, так же, как для обычной притюрницы. Смотрите больше видео, будете знать, сколько наливать масла. Ну, в общем, чтобы кольца не цепляли дно. Сантиметра полтора-два, конечно же. Ну, масло наше нагрелось. Если мы кидаем в него щепотку сухариков, сухарики шипят. Теперь, как и в прошлых роликах, одной рукой мы работаем с кальмарами и яйцом. Другой рукой работаем с панировкой. Делаем это, чтобы на руки у нас не налипало огромное количество кляра. Сразу приготовим несколько калечек, чтобы они пошли одновременно готовились. Тогда и вынуть их мы сможем одновременно. Добавляем с кальмарами. В общем, делай раз. К этим кольцам прекрасно подходит тот соус, который мы делали к гренкам. Посмотрите по этой ссылке. Делай два. Жарить эти кольца нужно в течение 40-60 секунд до золотистого цвета. Меньше 40 секунд, наверное, не нужно. Подбирайте температуру масла. И делай три. Вы можете подобрать остроту вашего соуса или остроту кляра по собственному желанию. И четвертое. Солить кальмара. Самого не нужно, потому что соль вытянет из него жидкость. Вы можете посолить уже кольца после того, как они сделаны, или посолить соус. И еще кое-что. Само собой, кляр вы можете делать не из панировочных сухарей, а просто из яйца и муки. Ну, или каких-то своих любимых специй. Но в этом случае ваш кляр не будет вот так хрустеть. Он не будет не чавкать, а хрустить. В общем, панировочные сухари, приготовленные в масле, они хрустят. И хрустят они очень аппетитно, так что те, кто едет рядом с вами, попросят заказать то же самое, захотят. Вот. Обычный кляр из муки и яйца. Он тоже крайне вкусный, но он не такой хрустящий. Собственно, наверное, все. С вами был Костя. И славный дружболок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, заходите в группу, добавляйтесь в друзья вконтакте. Всем пока. И еще кое-что. Если вы хотите увидеть в нашем шоу свой какой-то рецепт, свой любимый рецепт закусок или еще чего-то, пишите его в комментарии. И ставьте лайки на чужих рецептах. И тот комментарий, который соберет наибольшее количество лайков, скорее всего, будет нами рассмотрен и попадет в наше шоу. Всем пока.